Всем невероятно изысканного дня! Путешествие по океану – это идеальный отдых, однако лучше всего, конечно, почивать отдел в роскоши и полной безопасности. Нет ничего более расслабляющего и завораживающего, чем отдых на борту большого корабля. Со времён зарождения круизной индустрии судно всё время соревновались в популярности, размере и роскоше. Круизные лайнеры настолько велики, что своими размерами могут сравниться с целыми посёлками. Это настоящие плавущие города, предлагающие такой же широкий спектр услуг, как и любой настоящий населённый пункт. На таких круизных лайнерах есть бары, клубы, казино, различные кафе и рестораны, спа и фитнес-центры, бассейны, танцевальные площадки, тематические парки и даже тренажёры для сёрфинга. Ройал Карибиан Владельцем лайнера является Ройал Карибиан — известная норвежско-американская круизная компания. Свобода морей — именно так зовут корабль — один из трёх лайнеров класса Freedom Class, плавающих в океане сегодня. Второй лайнер в серии Freedom Class начал работу в 2007 году. Длина судна составляет 338 метров, высота — 56 метров над уровнем воды. 15-палубное судно может вместить 4 375 гостей и 1360 членов экипажа. Его особенностями, характерными для класса Freedom Class, являются следующие — гигантская столовая, 2101 каюта, спа и фитнес-центры, театр, тренажёр для сёрфинга, каток, вихревые ванны и три бассейна. Владельцем лайнера «Независимость морей» тоже является компания Royal Caribbean. Лайнер «Независимость морей» — это первое судно серии Freedom Class. Строительство было завершено в 2006 году, на то время это был самый большой круизный лайнер. 18-палубное судно может вместить 4 375 гостей и 1360 членов экипажа. На лайнере есть всё необходимое для полноценного отдыха. Третий лайнер из серии Freedom Class. Лайнер, принадлежащий вновь компании Royal Caribbean, увидел мир в 2008 году. 15-палубное судно длиной 340 метров может вместить 4370 гостей и 1360 членов экипажа. Его особенностями является наличие тренажеров для серфинга, специальных стен для альпинизма, площадки для игры в мини-гольф и многое другое. 18-палубное судно Один из новейших роскошных круизных лайнеров отправился в свое первое путешествие в 2013 году. Владельцем судна является Norwegian Cruise Line, компания, штаб-квартира которой находится в штате Флорида. Построен корабль был немецкой компанией Meinwerf за 880 миллионов долларов. В настоящее время это крупнейший круизный лайнер в порту Нью-Йорка. 1024 каюты способны разместить 4000 гостей и 1500 членов экипажа. Его отличительной особенностью является огромнейшее пространство под открытым небом, на котором находится поле для мини-гольфа. Фитнес-центр, аквапарт, джакузи и бассейн также прилагаются. 10. Трансатлантический крейсер «Королева Мария II» стоимостью 890 млн долларов принадлежит британо-американской компании Кунарт-лайн. В настоящее время это круизное судно работает по направлению Сауфгемптон в Нью-Йорк. 14-палубный лайнер может вместить 2620 гостей и 1238 членов экипажа. Его отличительными особенностями является ресторан Британия, рассчитанный на 1347 человек, Королевский театр, Зимний сад, а также 14 клубов и фитнес-центров. Длина лайнера составляет 345 метров, высота – 72 метра над уровнем воды. Лайнер «Куин Мэри Ту» на 45 метров длиннее Эйфелевой башни. Круизное судно принадлежит компании Disney Cruise Line, дочерней компании Walt Disney Company. Мечта Диснея стоит 900 млн долларов. Первый круиз на этом лайнере состоялся в 2011 году и в настоящее время осуществляются регулярные круизы на Багамы. Судно в общей сложности располагает 1250 каютами, в которых могут разместиться 4000 гостей и 1458 членов экипажа. На судне предусмотрены все возможные виды развлечений. Более того, это первый круизный лайнер, на котором есть американские горки под названием «Аквадак». Для детей и подростков на судне предусмотрено множество развлечений, а ночные клубы и салоны порадуют взрослых. Еще одно судно принадлежащее компании Disney Cruise Line. Лайнер был построен немецкой компанией Meierwerf за 940 млн долларов. Так же, как и все другие корабли в Disney Cruise Line, он был создан для семейного отдыха и развлечения детей. Судно располагает 1250 каютами, которые находятся на 14-палубном судне. Фантазия Disney может разместить 4000 гостей и 1450 членов экипажа. Его самыми поразительными особенностями является трехпалубное лобби, мраморные и каменные полы, широкие лестницы, рифленые колонны и множество картин и прессов. Норвежские круизные линии Владельцем судна является компания «Норвежские круизные линии». Судно Norwegian Epic способно разместить 5853 пассажира. Стоимость корабля составляет 1,2 млрд долларов, в настоящее время это третий по величине корабль в мире, осуществляя круизы по Карибскому бассейну в Европе. Norwegian Epic представляет новую концепцию компании под названием Freestyle Cruisy. Среди его многочисленных бортовых установок есть номера студии для индивидуальных путешественников, развлекательные заведения, фитнес- и спорт-центры, аквапарк, джакузи, бассейны, а также более 20 ресторанов. Второй по величине круизный корабль в пять раз больше «Титаника» принадлежит компании Royal Caribbean International. Стоимость лайнера «Oasis Marie» составляет 1,4 млрд долларов. В декабре 2017 года он в первый раз вышел в море и в настоящее время курсирует по маршруту «Флорида-Карибский бассейн», предлагая большое количество развлечений. Поле для мини-гольфа, казино, спортивные площадки, тематические парки, 4 плавательных бассейна, а также многочисленные бары и клубы. Длина лайнера составляет 360 м, высота 72 м над уровнем воды. Судно почти такой же высоты, как Empire State Building. Здесь, на открытом пространстве, есть свой собственный центральный парк с около 1500 растениями и примерно 60 деревьями. Оазис «Морей» гордится своими роскошными каютами. 18-палубное судно может вместить 5500 гостей и чуть более 2000 членов экипажа. Очарование «Морей» — крупнейшее и самое дорогое пассажирское судно в истории человечества, принадлежащее компании Royal Caribbean International, которая, в свою очередь, является мировым лидером в организации роскошных круизов. Судно всего на 5 сантиметров длиннее Оазиса «Морей». 16-палубное судно может разместить 6296 гостей и 2384 членов экипажа, что в сумме дает колоссальную цифру в 8680 пассажиров. Среди его уникальных особенностей есть первый бортовой ледовый каток Starbucks и театр, рассчитанный на 1380 зрителей. Строительство такого непревзойденного чуда корабля обошлось в 1,5 миллиарда долларов. Услугам гостей предоставляется Центральный парк, такой же, как и на Оазисе «Морей», двухпалубный танцевальный зал, скалодромы, бассейны и джакузи. В общем, на этих кораблях есть все для того, чтобы отлично отдохнуть и провести время. Но во всем есть и минусы, например, подобные круизы предполагают большое количество людей, и для тех, кто предпочитает тихий и уединенный отдых, вряд ли получится это сделать. Поэтому существуют круизные яхты, где вы предоставлены сами себе, но о них лучше, как мы в другой раз. Кстати, цены на круизы варьируются, и иногда можно заполучить хороший тур по бросовой цене. На этом все, надо искать подходящий тур. Кстати, вы бы хотели провести время на подобном судне. Ну а если у вас морская болезнь, то напишите, какое судно вас впечатлило больше всего. Спасибо за просмотр и до новых невероятных встреч, друзья!